Несколько лет назад наши группы, мы еще находились в другой церкви, начали регулярно ездить к детям-сиротам в интернатах. И мы продолжали это делать на протяжении многих лет, и даже и нашей церковью также мы уже участвовали. Потом COVID немножко помешал, но тем не менее это служение, это наше служение. И вот когда мы приезжаем к этим детям, мы постоянно видели и убеждались, поражались в том, как настолько для них важно и насколько они страдают, что у них нет родителей. Вот вы приезжаете, и вот они обступят вас и обнимают и ожидают от вас такого родительского тепла, простого объятия, такой заботы. Почему они это с вами делают? Потому что у них нет собственных родителей. И они от этого очень сильно страдают. Несмотря на то, что вот в том интернате, в котором мы ездим, там заботиться о них очень хорошо, действительно уникальный интернат, хороший интернат, но тем не менее они страдают, что у них нет родителей. Среди них есть такие дети, у которых родители как бы есть, но, как правило, они такие родители. Многие из них пьют, а кто-то и наркоманят, и несколько уже семи. Вот эти дети находятся, потому что у них неблагополучные родители. Но вместе с этим они все равно любят. Вот эту маму, и даже если там есть какой-то папа, несмотря на то, что когда они их забирают, они страдают с ними. Они их заставляют там и деньги попрошайничать, там еще другие вещи. И они живут там этих несколько дней в грязи, там никто о них не заботится, но для них все равно. Даже эти родители, для них они дороги, потому что это собственная мать или собственный отец. Почему так? Потому что это естественно. Человек больше всего на земле, ребенок любит своих родителей. Их жизнь неполноценна, когда у них нет родителей. И это вы видите, когда вы сталкиваетесь с этими детьми. Не только дети нуждаются в родителей. Писание говорит о том, что все люди являются сиротами без Бога. Насколько бы вам хорошо не было в этой жизни, чего бы вы не достигли в этой жизни, человек без Бога, он сирота. Потому что никогда не задумывалось о том, чтобы человек прожил без Бога. Изначально человек создан был, чтобы он постоянно имел непрерывное общение со своим Создателем, со своим Богом. Но грех разделил человека с Богом. Грех разделил, и мы являемся сиротами. И Давид говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Почему только в Боге? Потому что ни в чем другом, ни в ком другом он не может найти покоя. Давид не мог найти покоя. Его душа не могла найти ни в ком другом. У него было все, он перепробовал все, но покой он находил только в Боге. И человек не найдет ни в чем другом успокоения, радости и всего то, что не хватает. У нас нет покоя в сердце, потому что там отсутствует Бог. Я сегодня проходил, сосед выходит вместе со мной, он поздравил меня с троицей, я приглашаю его. Ох, ты знаешь, у меня внутри, в сердце Бог. Внутри сердце. И он бедняга ходит, не может никак найти место в жизни, покоя в жизни. Тем не менее, он считает, что у него в сердце Бог. Нету там никакого Бога. Если бы у него был в сердце Бог, он бы жил бы по-другому. Он бы не страдал бы, живя на земле. Как найти нам этого Бога? Как человеку найти? Как найти вот этот покой, в котором он так нуждается? Как зовут того Бога, в которого человек так нуждается? Его зовут Троица. Возможно, вы говорите, как это Троица? Если Бог один, как же Он одновременно три? Это великая тайна. Это великая тайна, но об этой тайне говорит Писание. Нам необходимо найти покой в Троице. И вы ни в ком другом не найдете покоя, потому что нет другого Бога. Есть только один Бог, и Он из трех личностей. Почему мы сегодня празднуем Троицу? Есть Отец, есть Сын, и есть Дух Святой. И нам всем людям необходимо найти покои, успокоение и примирение, и общение именно только с этим Богом. И этот Бог Троица. Мы сегодня, отрывок, который я предлагаю вам, это Иоанна 14 глава, с 15 по 20 стихи, мы обратим внимание на четыре необходимых фактора, без которых невозможно иметь правильные отношения с этим Богом, без которых невозможно иметь мир с Богом и покои в сердце. Конечно же, этот отрывок не показывает нам всю полноту, каким образом человек может обрести общение с Богом, но здесь показывается, подчеркивается четыре необходимых фактора. И эти четыре фактора, если присутствуют в вашей жизни, вы имеете истинное общение, истинный мир с этим истинным Богом. Давайте посмотрим этот отрывок, прочитаем вместе, и мы с вами обсудим и разберём об этих четырёх факторах. 15 стих Иоанна 14 главы, мы читаем. «Если любите меня, заповеди мои соблюдёте, и я умолю Отца, и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек». Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. Вы же знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас, сиротами. Приду к вам. Ещё недолго, и уже мир меня не видит, но вы видите меня, потому что я живу, и вы жить будете. В тот день узнаете вы, что я в Отце моём, и вы во мне, и я в вас. это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это последняя вечеря перед распятием Иисуса Христа. это последнее общение, особое общение Иисуса Христа со своими учениками. И вот с 15 стиха мы видим здесь, и мы уже говорили о том, что мы можем увидеть здесь четыре необходимых фактора для того, чтобы обозначить правильное истинное общение с Отцом Небесным. И самое первое, что мы можем здесь увидеть, самый необходимый фактор – это любовь и преданность Богу в человеке. Вот что должно быть самое первое в человеке – то, что говорит здесь в 15 стихе Иисус Христос. Когда человек любит, и когда человек стремится от всего сердца исполнить его заповеди. Посмотрите, он говорит, «Если любите меня, заповеди мои соблюдёте». Этот отрывок говорит, это первая из трёх серий, которые мы видим о Духе Святом. В 14 главе Иисус Христос говорит первый раз о существе, о приходе Духа Святого. В 15 главе, в следующей главе этого Евангелия Иисус говорит о Духе Святом. В 16 главе больше-больше расширяет, но там больше подчёркивает, какое будет отношение иметь Дух Святой к этому миру, как Он будет выступать как обвинитель, как Он будет обличать. Но здесь Он больше сосредоточивается об учениках. И Он вначале, до этого говорил о важности веры. Без веры угодить Богу невозможно. В первую очередь, всё начинается с верой, дорогие. Чтобы перемириться с Богом, необходимо уверовать в Иисуса Христа. Чтобы иметь плоды и чтобы иметь ответы на молитву, необходимо верить. И в верою приходить всегда к Богу. А вот в 15 стихе Он меняет акцент. В 15 стихе Он больше уже говорит об ответственности человека после того, как Он уже уверовал в Иисуса Христа. И обратите внимание, вот это условное такое предаточное предложение. Если любите, если есть любовь в человеке, и у него будет последствия этого, этой любви будет естественное последствие. В чём это естественное последствие? Вы будете соблюдать Его заповеди. Показателем вашей любви к Богу в том, что вы исполняете, вы послушны Ему. Вы не можете сказать Богу, что я люблю Бога, если вы не исполняете заповеди. Что Бог является моим Богом, если вы Ему непослушны, и вы живёте своей жизнью. Дорогие, невозможно. Невозможно, чтобы вы говорили, что вы любите Бога. Посмотрите 1 Иоанна 5 глава 3 стих. Вот почему Иоанна так называют апостолом любви, потому что он очень много говорит о любви. О любви к Богу и о любви к братьям, сёстрам. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки, не тяжки. Вот в этом заключается любовь к Богу, что вы исполняете заповеди. Но здесь важный вопрос в чём? О каких заповедях наш Господь говорит? О каких заповедях? В Священном Писании он говорит заповеди мои в 21 стихе снова вы увидите, в 23 стихе слово моё, в 24 стихе слова мои. Что он говорит? О целости во всём, всё, что он говорит, необходимо исполнять. Конечно, да. Когда он в единственном числе подчёркивает слово моё, он говорит о полноте откровения, о Новом Завете. Всё новое откровение, то, что он сказал. Но здесь, заметьте, заповеди в множественном числе, и, скорее всего, что он подчёркивает некоторые заповеди, конкретные заповеди. В этом контексте мы можем увидеть те заповеди, которых дал уже Иисус Христос своим ученикам. Например, в 13 главе, посмотрите, в 13 главе, 34-35 стихи. Заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, как я возлюбил вас. И ведь долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Для Бога, для Иисуса Христа очень важно, даже неразделимо, чтобы Его ученики любили друг друга. Это является показателем о том, что вы действительно принадлежите Богу. Вы действительно исполняете Его заповеди. Это контекст, дорогие. Контекст – это внутрецерковное общение. Иисус Христос сосредоточен на своих учениках. И Он дает эту заповедь, наиважнейшую. Он говорит, заповедь новую даю вам. В чем эта новая заповедь? В Ветхом Завете написано о том, чтобы любили Бога и любили ближнего. В чем это? Он говорит, любитель друг друга так, как я возлюбил вас. Как же Христос возлюбил нас. Христос отдал Себя ради нас. И Он говорит, как я возлюбил вас. Жертвенной, безусловной любовью, вот такой любовью любите друг друга. Поэтому, если мы говорим, что любим Бога, это говорит нам о том, что мы стараемся любить братьев и сестер точно так же, как Он возлюбил меня. Бог ожидает от нас этого. Для Иисуса Христа это наиважнейший вопрос. Поэтому 1 Иоанн, Иоанн повторяет это снова, но уже с обратной стороны. Посмотрите. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён. И всякий, любящий, родившего, любит и рождённого от Него». Вы видите? А теперь второй стих. «Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Смотрите, равнозначно. Вы любите Бога показателем, это то, что вы любите ближнего, братьев и сестёр. И вы любите Бога ближнего показателем, это то, что вы соблюдаете Его заповеди. Это удивительно. Настолько на один уровень фактически он ставит любовь к Богу и любовь к братьям и сёстрам. Итак, самое первое. Правильные отношения с Богом Отцом – это когда вы любите Его. И это выражается в вашей любви к братьям и сёстрам. Как же грешному человеку, который сосредоточен на себя, и он себя любит, любимого больше всего. Как же ему отвести свою любовь от себя и переместиться к Богу? Может ли вообще человек это сделать? Можете ли вы ей сказать, «О, завтра я возлюблю Бога и буду Его всем сердцем любить?» Когда вы слышите проповедь, у вас, может быть, возникнут, вы захотите даже этого, но проблема в том, что вы им не можете этого делать. Вы не можете возлюбить Его. Вы не можете отвести от себя свой эгоистичный взгляд. У вас нет таких способностей. Вы любите себя, и вы не можете оторваться от себя, дорогие. Я хочу показать один отрывок. Отрывок, который показывает, Иисус Христос показывает, после чего приходит истинная любовь человека к Богу. Был один фарисей, уважаемый, богатый человек, его звали Симон, и он пригласил Иисуса Христа к себе в гости. Удивительно то, что когда он пригласил Иисуса Христа, ну, кажется, появилось уважение, фарисеи не приглашали особо его в гости. Вот этот фарисей не такой, он пригласил его в гости. Но когда Иисус Христос зашел к нему в гости, он не проявил элементарное гостеприимство. Он целования ему не дал, он не омыл ему ноги, пригласил, накрыл хорошую поляну, как говорят в Украине. Однако он не проявил элементарных вещей. После этого приходит одногрешница, и он, плача, со слезями, и омывает ноги, ноги целует Иисусу Христу. И этот фарисей осудил в сердце своем Иисуса Христа. Если бы он был настоящим пророком, он бы знал, кто к нему прикасается. И после этого, зная, Иисус Христос, будучи Богом, знает эти мысли этого человека. Это удивительно. Вот перед вами сидит человек, и он читает ваши мысли. Как вам это нравится? Но это не простой человек, это Христос, это Бог. И вот смотрите, что происходит после этого, что Иисус Христос. Со 42 стиха мы читаем у Луки в 7 главе. Смотрите, пожалуйста, внимательно вместе со мной. И Иисус ему ответил. Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. У некоего взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им нечем было заплатить, он простил обоим. Кто же из них больше возгубит его? Симон ответил. Полагаю, что тот, кому он больше простил. Он же сказал ему. Ты правильно рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону. Видишь ли эту женщину? Я вошел к тебе в дом, ты воды мне на ноги не дал. Она же слезами облила мне ноги и отерла волосами своими. Ты целование мне не дал. Она же с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты, Елеем, головы моей не помазал. Она же миром помазала ноги мои. Поэтому говорю тебе. Прощены грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. А он сказал ей. Прощены твои грехи. И начали возлежавшие с ним говорить самим себе. Кто это, что их грехи прошает? Он же сказал женщине. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Вот этот отрывок, в этом отрывке Иисус Христос показывает, когда в вашей жизни приходит любовь к Богу. Ваша любовь к Богу эквивалентна тому, вы пережили прощение грехов или нет. Слышите? На этом отрывке, на этой притче, которую Христос сказал, у одного человека был огромный долг и у второго тоже поменьше. но этот хозяин простил, кто больше любит. Тот, кто пережил большое прощение грехов. Поэтому, чтобы в вашей жизни пришла любовь к Богу, дорогие, во-первых, вы должны чувствовать себя должником перед Богом. грех не должен вам дать покоя. Грех должен преследовать всегда. Грех должен отравлять вашу жизнь до такой степени, что вы просто уже не можете с этим жить. вы больше всего в жизни должны хотеть вот прощения грехов, освобождения от грехов. И когда вы переживете прощение грехов, дорогие, когда вы наконец-то вздохнете свободно, что вас ничего не мучает, что Бог простил вам безоговорочно, как мы сегодня говорили, уничтожил ваши грехи, вот тогда приходит. Тогда в ваше сердце место эгоизма и любовь к себе и греху наполняется, дорогие, любовью к Богу. А когда вы любите Бога, вы готовы исполнять его заповеди. Когда вы любите Бога, и у вас это естественно получается, потому что Бог самый дорогой для вас, то, что есть. Бога вы любите больше всего, потому что Он единственный, тот, который прощает, который принимает, который омывает, который заботится. Поэтому вы будете любить Его. И это будет выражаться, что вы преданы Его Церкви и Его детям. И это самое первое, то, что мы видим здесь. Самое первое. Это первый фактор. Второй фактор. Святой заступник в человеке в 16 стихе. Я умолю Отца и другого Утешителя даст вам, чтобы был с вами вовек. Если первое последствие будет послушание к заповедям, то второе последствие какое? Вы будете послушны заповедям, вы соблюдёте заповеди, и это соединительный союз. И что я сделаю? Я умолю Отца. Я умолю Отца и другого Утешителя. Ещё одного Утешителя даст он вам. И он будет вовек с вами. Вот это слово «Утешитель». Это традиционно переводят и синодальный текст переводит «Утешитель», и другие. Но понимаете, те времена, когда Иисус Христос говорил, те в древности «Утешитель» это соответствовало этому образу. Утешитель – это тот, кто поддерживает, тот, кто помогает, тот, кто является помощником. А на сегодня здесь утешитель – ну, утешитель – это тот, кто плачет и нуждается, чтобы кто-то ободрил. Что вы плачете и вот вас ободряют. Ну, например, кто-то у вас умер, поминки и так далее, когда человек плачет. Несовсем удачный, несовсем удачный перевод. Некоторые переводят как помощник или другие там как советник, некоторые как адвокат. Адвокат, кстати, интересный перевод, потому что в древнегреческом, когда Иисус Христос сходил, в греческой культуре как раз это слово параклеус переводился адвокат. Но это неполное, неполное, потому что оно должно соответствовать то, что дальше написано в 15-й главе, в 16-й, а в 16-й главе он больше выступает как прокурор, обвинитель, дух святой. Поэтому адвоката как бы ограничивает. А вот заступник, заступник, это тот, который защищает, заступается. Это лучший перевод. И это соответствует к тому, то, что об Иисусе сказано еще. Прямим текстом, что Иисус Христос заступник не сказано, но сказано как? Что он кто? На небе что он делает? На небе у нас есть теперь кто? Хадатай. Да? Это та же самая функция. Когда Иисус Христос был на земле, что он делал? Он был хадатаем, он был заступником, зашитником до своих учеников. Но когда он вернется на небе, когда он умолит Отца, он даст другого, такого же заступника. Это не одно и то же. Мы здесь уже видим три личности. Сын Отца умолит, и он даст другого. В другом месте Иисус Христос о себе говорит, что я пошлю вам в следующих отрывках. Поэтому здесь говорится о заступнике. Заступник, который, смотрите, что будет? Он будет с вами сопровождать постоянно. И до какого? Сколько он будет сопровождать? Как вы понимаете, вовек. Если ведь до этого думали, что Дух Святой может оставить христианина, самое время покаяться. Этот стих Христос говорит о том, что Дух Святой будет всегда с вами. Дух Святой будет постоянно сопровождать. Дух Святой будет постоянно заступаться. Дух Святой будет защищать. Вот почему, дорогие, мы сегодня верны Христу. Потому что есть у нас заступник. У нас есть тот, который помогает, который ходатайствует, который поддерживает постоянно. Дорогие, мы с вами сегодня верующие. Мы уверовали, потому что пришел к нам этот заступник. И мы сегодня продолжаем верить, служить ему, оставаться в должном духовном состоянии, потому что с нами пребывает заступник. Но здесь еще третий фактор важный. О том же Духе говорится, что Он Дух истины. Поэтому третий пункт нашей проповеди это Дух истины в человеке. Это важный момент, это как бы еще одна сторона, еще одна грань, показывающая служение этого Духа. Посмотрите 17 стих. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает. Вы же знаете его, потому что он с вами пребивает и вас будет. Вы видите здесь? Этот защитник, этот заступник еще назван Духом истины. как это понимаете? Дух истины, который просвещает ваш разум, Дух истины, который открывает вам и дает понимание Священного Писания. Без этого Духа истины, дорогие, вы не можете познать и применить это все в вашей жизни. Необходима Дух истины. Посмотрите, Иисус Христос в Иоанна в 16 главе 6 стих, важный стих, Иисус сказал ему, «Я есм путь истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус Христос является истинною, а этот Дух истины приходит для того, чтобы открыть истинного Сына. Он приходит, чтобы прославить Иисуса Христа, чтобы дать уразуметь, что Христос наидрагоценность и то, что ест для человека. Это понимание дает вам Дух истины. Еще в 4 главе Он говорил о том, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себя. Бог ест Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Другими словами, Дух истины приходит, чтобы показать вам Иисуса Христа, Который есть истина. Дух истины приходит вам, чтобы научить вас поклоняться Богу в Духе и Истине. Дух Святой приходит в вашу жизнь, чтобы вы понимали, что этот Бог, Он три личности, и одновременно Он один Бог. И вы этого не можете поверить. вы не можете этого поверить, если Дух Святой вам это не откроет. Я несколько раз уже рассказывал о том, что к нам не приходят эти свидетели Иеговы. И вот здесь мы сидели и мы говорим о Троице. И они не могут это поверить. Они не могут это понять. Почему они не могут это понять? Когда мы Писание открываем, показывая Ему во имя Отца и Сына и Святого Духа, ты видишь, что во имя это в единственном числе под этим именем объединяются все три личности на одном уровне и Отец, и Сын, и Дух Святой. Ты видишь это? Вижу. Тебе надо поверить. Но это нелогично, говорит. Почему он не может поверить? Здесь Христос сказал Духа истины, которого мир не может принять. Свидетели Иеговы не могут это принять. Свидетели Иеговы не могут это поверить. Потому что они не свидетели Иеговы с большой буквы. Свидетели какого-то Иеговы непонятной, небиблейской. Если бы они были истинными свидетелем Иеговы, они верили бы Троицу. Они имели бы Духа Святого. Они верили бы в это, но они этого не являют. Потому что мир не может принять. почему не может принять? Потому что не видит. Не видит его. Подождите, а вы видите его? Вы видите его? Вот этими глазами. Вы видите его? Почему? Он говорит, потому что он с вами пребывает. Ученики уже соприкасались с действием Духа Святого. Это скорее всего было подобно как в Ветхом Завете. Он почивал на них, он вел, он объяснял. Иисус Христос с ними находится, Дух Святой имеет на них, а потом говорит, и с вами пребивает, и в вас будет. В день Пятидесятницы Дух Святой придет и вселится в их сердце. Уже они знают, но придет время, когда сойдет Дух Святой и в них будет. Павел говорит, если Духа Христова не имеете, то ты не Его. Не может быть человека, который называл бы себя христианином, и чтобы он не имел Духа Святого. Он не христианин. Он может быть кем угодно, но христианином он не может быть. И истинный христианин, в нем пребывает Дух Святой. Вот почему мы сегодня христиане. И когда Он в вас пребывает, вы от Него не отступите, дорогие. Вы не то, чтобы пришли и ушли. Мы имеем плачевный опыт в реабилитационном центре приходят, уходят, приходят, уходят. Большинство, но не все. Те есть, которые пришли и они навсегда остаются. Почему? Потому что Дух Святой поселился в ее сердце. Это ключевой момент, дорогие. Вы не можете задержаться, вас не может привлечь ничего и никто, кроме Духа Святого. Поэтому мы задаем себе вопрос. Мы задаем себе вопрос, дорогие. Пришел ли он в вашей жизни? У вас возникнет вопрос, как я это могу знать? Давайте посмотрим четвертый, последний. Это четвертый фактор, это воскресший Христос в человеке. Заметьте, здесь нет хронологии. Здесь можно сказать, что с последнего начинается все. Здесь нет хронологии, но заметьте, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще недолго и уже мир меня не видит, но вы видите меня, потому что я живу и вы жить будете. В тот день узнаете вы, что я в отце моем и вы во мне и я у вас. Вот здесь помните, Иисус Христос несколько раз говорил об уходе и снова приду к вам, но в большинстве случаев он говорил о втором пришествии. Но вот здесь я приду снова, это за короткое время приду снова. снова. И вот что значит приду снова были некоторые варианты. Первый вариант это он говорит о своем воскресении, потом это воскресение церкви, потом некоторая смерть верующего, четвертое это мистическое какое-то переживание прихода Иисуса Христа, или же пятое существует Духа Святого. Основные воли здравия толкования или воскресения Иисуса Христа, или существует Духа Святого. Здравие толкователи так верят, но если бы это было осуществление Духа Святого, тогда 22 стих там не совсем сочетается. 22 стих, а вот если мы говорим за короткое время, вы знаете, что Иисус Христов возьмут, арестуют, и он будет распят. И вот здесь в этом стихе он говорит, еще недолго и уже мир меня не увидит. мир его видел в физическом теле. Правильно? Но когда его распнут, все, больше этого они его не увидят. А в духовном плане они никогда, мир никогда его не видел. Правильно? И они никогда не увидят. А вот вы говорит, это с вами я расстаюсь, но это будет короткое расстояние. Расставание. Вы на короткое, сколько дней? всего три дня. Я приду к вам. И посмотрите, не оставлю вас сиротами. Я покину вас, но вы не останетесь сиротами. Я приду к вам и в тот день узнаете. Во-первых, потому что я живу, но вы видите меня, потому что я живу, и вы жить будете, потому что Христос воскреснет, его воскресение оживляет его учеников, и вот в тот день, когда вы увидите меня воскресшего, тогда вы поймете ключевой момент в жизни. Что же? Тогда вы узнаете, что я в отце моем, и вы во мне, и я вас. Вы видите, это общение с тройцей. Когда приходят ваши сознания, дорогие, когда ученики увидят воскресшего Христа, когда ученики увидят победителя, когда ученики увидят победителя Христа, они тогда поймут, что Христос навсегда будет с ними. Да, Он покинет, но придет другой защитник, заступник, и Он будет всегда с ними. Поэтому ключевой момент, дорогие, ключевой момент, чтобы вы примирились с Отцом Небесным. Это ваша встреча с воскресшим Иисусом Христом. Вера воскресшего Иисуса Христа. Когда вы встретитесь с Ним, когда вы понимаете, что победа за ваши грехи уже совершена, когда вы понимаете, что Христ навеки живет, и вы будете вместе с Ним жить. И после этого начинается ваша любовь к Богу. Вы пережили, вы встретились со Христом, вы знаете, вы уверены, что за ваши грехи заплачены. И Дух Святой приходит в вашей жизни, и Он ведет вас, и ведет, и постоянно поддерживает и помогает вам. Вот эти четыре фактора – ваша любовь, заступник в вашем сердце, Дух Святой в вашем сердце, и воскресший Христос в вашем сердце. В эту среду мы с братьями, сестрами, с Женей и сестрами ездили в этот дом, чтобы пообщаться с родителями. Давид с командой общались с детьми, мы общались с родителями. И они там попросили, чтобы рассказали свидетельство. Я говорю, возможно, у вас есть вопросы, и они «Расскажите, как вы уверовали?» И они сказали Жене, чтобы он рассказал. И вот Женя рассказывает свое свидетельство. Я слышал, наверное, если не 50 раз, но 30 раз, наверное, точно. Но каждый раз, когда слышу его свидетельство, я просто поражаюсь. Я хочу пересказать вам кратко. Женя родился в Туркменистане. И он потерял родителей, будучи маленьким ребенком. Потерял брата. Потом бабушка его в Украине забрала. И через некоторое время и бабушка покинула его. И он остался круглой сиротой. Но Бог не оставил его. Бог стал его отцом. Бог дал ему новую жизнь. Он встретился с воскресшим Христом. Если бы не Бог, он точно так же потерялся бы, как и его родители, как и его брат, но Бог по своей милости нашел его. И мы знаем сегодня Женю, его прекрасную семью, его служение. Дорогие, Бог находит человека. Если вы находитесь здесь, это потому, что Бог зовет вас, чтобы вы не оставались сиротами. Женя не просто там шел это самое и сам нашел. Нет, Бог нашел через христиан, он пришел в лагерь христианский и он думал, там будет отрываться, но Дух Божий коснулся его сердце и он покаялся там. Дорогие, я не знаю, для чего вы здесь приходите в эту церковь, но я знаю, что Бог приводит вас, чтобы вы не остались сиротами, чтобы вы примирились с троицей через веру в Его Сына, Его воскресшего Сына Иисуса Христа. И да поможет вам Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Сына Иисуса